Мои дорогие, мои любимые зрители, подписчики, всем привет! Ну вот я снова на рабочем месте, в строю. Оставляем все болячки позади. Болеть нельзя, ну что поделать. Вот это мое рабочее место, ребята. Сейчас у нас прошла процедура кормления пациентов. Вот в то окошко подается еда. Я отвечаю за дезинфекцию посуды, за привоз с пищеволока пищи, за раздачу, ну и за чистоту, как говорится. Кормление прошло. Вот это у нас термопод, чайник, чтобы всегда был кипяток, горячая вода, микроволновка. Пациенты приносят свою еду, которую им привозят родственники. Мы подогреваем, кто-то хочет чай заварить себе, пакетировали, кипяточек приходят, мы наливаем. Здесь у нас шкафы, где хранится чистая посуда для пациентов, кастрюли, все стерильно. Это питьевая вода для медперсонала. Что еще? Ничего лишнего здесь не должно быть. Вот никаких там стоять кружек, чашек, с чем-то, все должно быть идеально. Это тележка, на которой привозится с пищеволока пища. Это мешок, в который хлеб в пищеволоке складывают. Мешок с натуральной ткани. Обязательно раз в неделю мы сдаем его в стирку и меняем. Посуда, которая моется, складывается, вот так у нас сушится и убирается в шкафы. Проводится также дезинфекция посуды, вот кастрюля, в которой растворяются специальные таблетки хлорнисепт. Вот и мытая посуда замачивается на 30 минут. Хлорнисепт затем вынимается и ополаскивается два раза. Вот, в горячей воде и в прохладной воде. И опять сушится и убирается в шкафы. Вот такая процедура у нас проводится. Несколько раз в день. А что еще? Обязательно после того, когда мы вымолили всю посуду, продезинфицировали, сполосили, просушили утро, убирается вот эта вот комната. Она называется раздаточная. Моются все панели. Опять же с хлорнисептом пол моется три раза в день. После каждого приема пищи, после каждого мытья посуды, все моется, все обрабатывается. Все идеально стерильно. Пища выдается в специальном фартухе, в униформе, в шапочке. Вот, все должно быть очень-очень стерильно. Так как сейчас очень тепло, за окном ноль, я открыла окно, потому что мне жарко. Ветра нет, нулевая погода. Ну, ночью заморозки, отопление работает хорошо, в больнице тепло. Ну, вот так вот немножко вас посветило в таинство нашей работы. Все, буду работать. Всем прекрасного, удачного дня. Извиняюсь, что дрожит камера. Держу одну руку, мне неудобно. Работаю я в сельской больнице, в сельской районной больнице. Вот такие условия. Это Северный Казахстан, Кустанайская область. Так что, вот, ребятки, кому интересно. К сожалению, одно только одно. Очень-очень маленькая зарплата. И мы получаем минимальную зарплату. Вот, вот, работаем с 8 до 5. Ну, с 8 до 5, но где-то с работы уезжаем минут 15-6. Вот, получаем минимальную зарплату. К сожалению, вот так. Накрываются столы. В нашем отделении будет праздноваться праздник на Урис. Девочки накрывают столы. Сейчас у нас будет пешпармак. Самый настоящий казахский. Здесь у нас баурсаки. Сладости девочки приготовили. Восточные сладости. Чак-чак спекли. Фрукты. Салатики. Здесь у нас культмассовый сектор присутствует. Здесь у нас Жен. Самая активная девушка. Называется Жен. Казахская блюда. Жен. Вот. Это пироги тоже. Вот это девочки сами готовят. В национальных костюмах. Наши девочки. Вот такие красавицы. Сейчас все соберутся. Весь персонал нашего отделения. Двух отделений. Травматология и хирургия. И будет чайпитие. Этот праздник проводится в безалкогольном режиме. Кушается. Чай пьется. Компот. Никакого алкоголя. Вот. Куртки Ж. Это такое национальное блюдо. Вот. Потом вам покажу. Оно пьется. Разливается. Варится там. Ой. На молоте. На мясе. С изюмом. В общем. Вкуснятина. Красота. Такой сегодня обед у нас в больнице. Гречневый суп на обед. И плов с говядиной. И что у нас тут? Компот. И комфорт. Да, Алина? Медперсонал гуляет. Отмечает на улице. Больным разносим вот еду по палатам. Все нормально. Больные и сытые. Ну так вот. Я тоже за столом была. Сейчас еду раздам и пойду тоже за стол. Вот такой у нас плов в пищеволоке готовят. С говядиной. Вот оно на говядину. Вот оно мясо тут попадается. Вот такой пирог спекла девочки. Мне заказали на праздник. На наурыз. Вот. Вот такой спекла пирог. Вот так его оформила, украсила. Шоколадный с орехом. Сейчас жду, приедут, заберут. У нас сегодня гулянье в центре. Отмечают праздник наурыз. И каждая организация накрывает свои столы для чаепития. И вот меня попросили испечь сладкий пирог. Вот я спекла. Сегодня очень тепло, ребята. Погода чудесная. На улице 10 часов утра. Тихо, солнечно. Уже птички поют. Ну, у нас еще столько снега. Но он уже, ребята, тает, видите. Потихоньку вымерзает. Днем будет таять. Сейчас еще утро. Потихоньку снег уходит. Вынесла пирог свой. Сейчас подъедет машина, заберут. Вот так в коробку поставят. Ни в какую коробку не входит. Просто чудесная погода. Просто обалденно. Такой воздух. Ой, когда начнет тут таять. Вот это наша большая проблема весной. Что тут ни пройти, ни проехать вообще. Нюшечка, видите, ребята, как вымерзает. Днем тает, а ночью вот замерзает, вымерзает. И исчезает снежок уже во дворе. Вон так уменьшается снег. Теплота, красота. А перед домом, смотрите, как растаяло. И тут такой каток. Ой, ночью замерзает. Что, моя золотая? Что, Нюшечка, я не могу к тебе подойти. У меня ноги, ноги болят. Ты меня будешь задевать. Вот. Что, мое солнышко? Что? Все, ребятки. Вот такая погода. Вот такая наша деревенская жизнь. Работы еще много. Ну, ребятки, на всю работу нужны силы и финансы. Поэтому. Ну, кто смотрит наш канал постоянно, с самого начала вы все знаете, с чего мы начинали и к чему мы пришли. Сделано очень много, очень много. Ничего. Даст бог сил нам. Будем продолжать. Так что, скоро весна. Смотрите, снег сошел перед домом уже. Перед верандой цветы уже оголились. Скоро весна. Ой, скоро весна пришла. Скоро все растает. Заниматься огородом мама будет. Вот. Я теперь ей помощник маленький, потому что я на работе. Вот. Работа забирается с меня все силы. Все сотни. Ну, что могу, на что. Хватит меня. То и буду делать. Лечение мое еще, так скажем, до конца не доведено. То, что я лежала в больнице, это всего лишь капля лечения. Обширное лечение требует операции. Мне нужна операция, ребята. Поэтому надо что-то думать, что-то решать, чтобы я могла дальше ходить. Так что, вот такие дела. Все, пошла в дом. Дома ждет работа. Всех накормила завтраком. Все. Как всегда, уборка, готовка обеда, печку топить и так далее. Животные на солнышке греются. Кошечки наши греются на солнышке. И веранда вся облупилась, потому что краска некачественная. В этом году будем снова облагораживать, приводить снова в нормальный вид.